И биться сердце перестало. Не-не-не, я сейчас не о Пригожине. Все, что я хотела сказать об этом персонаже, я уже сказала в субботу на нашем канале Ермак Медиа. А сегодня я о другом, о том самом, который решил составить серьезную конкуренцию на выборах президента России в следующем нелегком году. И как бы вы ни гадали, кто это, а все равно не угадайте. Но я вам помогу. Это Вести Бескиселева, совместный проект канала Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, пока вся страна обсуждала, кого же и кого же похоронили в могиле Пригожина в Петербурге, на политическом Олимпе засияла новая президентская звезда. В среду стало известно, что ощутимую конкуренцию нынешнему главе государства собирается заставить человек смутным прошлым и крайне сомнительным будущим. Да, друзья, это Игорь Стрелков. Российское движение в его поддержку заявило о намерении выдвинуть его кандидатом на пост президента. И чем черт не шутит, ведь официально сторонник спецоперации, но одновременно и ее главный критикант пока еще не осужден, а значит имеет полное право выдвигаться на любые выборные должности. И если вы думаете, что это очередной вброс, чтобы поржать, то не торопитесь с выводами, потому как в сети уже появились неравнодушные лоббисты, готовые утереть нос абсолютно любому, кто против. При этом обратите внимание, не руками, а фактами. Ну, например, со слов Стрелкова они утверждают, что нынешний президент отказывается лично руководить военными действиями. В отличие от него Стрелков гораздо компетентнее и готов переплюнуть его вместе с Шойгу. Во-вторых, подследственный не имеет друзей-миллиардеров, а значит сможет остановить вывоз капитала за границу. В-третьих, команда Стрелкова утверждает, что нынешний президент в настоящий момент отрабатывает все свои обещания, которые надавал в 90-е. Стрелков никому ничего не обещал, а значит будет более самостоятельным в принятии решений. Ну и помимо всего прочего, вновь испеченный кандидат, менее доверчивый и не настолько добрый, как Путин. Поэтому обмануть его или напугать у кого бы то ни было точно не получится. И согласитесь, что звучит все это как неплохо составленная предвыборная программа и даже вроде бы все в точку. Но сам факт выдвижения навел невероятный переполох в политической среде. Одни начали откровенно надсмехаться над рассерженным патриотом, вторые увидели в нем мессию и реально стали беспокоиться за жизнь и здоровье арестованного. Но лично я пока не поняла истинный мотив происходящего. Потому как с одной стороны все, что выходит изо рта Стрелкова, естественным образом проходит неоспоримую цензуру. И просто так, такому выйти на свободу не позволили. Поэтому это либо вариант карманной оппозиции, считай нулевая конкуренция, либо возможность посмотреть, а сколько же в России этих самых рассерженных патриотов. Чтобы в очередной раз показать, что бывает с теми, кто пусть даже и в мыслях посадит в кресло президента Стрелкова, а в кресло министра обороны Гиркина. А между тем, интересная эта неделя оказалась и для других событий. Псков, например, стал следующей жертвой после Москвы и Московской области. И если в столице система ПВО срабатывает почти безотказно, то жителям не столицы везет гораздо меньше. В ночь на 30 августа Псков был атакован беспилотниками. Взрывы и красное зарево заставили жителей города начать задавать властям неудобные вопросы, хоть от которых у губернатора не получилось. И он был вынужден сознаться, город действительно атакуют беспилотники. Но Министерство обороны делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб. И все же в результате атаки без ущерба не обошлось. На Псковском аэродроме украинскими БПЛА были повреждены 4 самолета Ил-76. И это, друзья, как бы нифига не утешительно. Особенно сейчас, когда в условиях санкции мы и так сидим со связанными руками. Но неужели непонятно, что если страна встает на военные рельсы, то шпалами придется укрывать не только жилые дома, но и все предметы инфраструктуры, куда входят и самолеты. Естественно, если бы они были в ангарах, то любых повреждений можно было бы и избежать. Но мы ведь не думаем так глубоко. Так же, как и не думаем об экономических последствиях. А они для нас растут с катастрофической скоростью. Потому как каждый из этих самолетов еще в далеком 2013-м стоил Министерство обороны примерно 3 миллиарда 600 миллионов рублей. А с учетом инфляции сегодня эта сумма переплюнула бы и все 5 миллиардов. Помножьте эту цифру на 4 и вы получите отрицательный рост численности и летательных аппаратов, и затраченных на них средств. Кстати, Украина атаку Пскова подтвердила. Президент Зеленский заявил, что применение дальнобойного оружия по цели в 700 километров прошло успешно. А именно на таком расстоянии находится от границы с Украиной Псков. Но тут нужна одна поправочка. По мнению некоторых СМИ, дронами тут уже и не пахнет. И речь вполне может идти о самых настоящих крылатых ракетах. Предположительно, Гром-2 или Сапсан, которые могут достигать цели и в 2000 километров. А вскоре, как и обещала Германия, Украине могут быть переданы и дальнобойные ракеты Таурус. Так что, недалек в тот час, когда у нас может появиться уникальная возможность испытать на себе рассветы и закаты под взрывы и пожары. Не дай, конечно, того бог. А между тем, Министерство культуры решило отказаться от кинопроката в России фильмов «Барби» и «Опенгеймер». Вице-спикер «Новых людей» Владислав Дованков считает, что подобный контент не соответствует российским моральным ценностям. А потому не может, да нет, просто не имеет права насиловать глаза и уши ценностного патриота. Правда, почему под критерии Дованкова не подходит первый эшелон современной эстрады, для меня осталось загадкой. Ну, кто из нас из сорокалетних не помнит прыгающего в лосинах и цепях Леонтьева, полуголых участников группы «Нана» или «Голубую луну» Бориса Моисеева? И ведь ничего, с ориентацией у нас все в порядке, а вот «Барби» так обязательно испортит нам и вкус, и цвет. Ну, или у этого всего есть другая подоплека. Россия не терпит конкуренцию, а потому никто не должен быть ярче нашего Кена и перегидрольной нашей Барби. Впрочем, через сутки все встало на свои места, и даже тот момент, почему депутаты так яростно пытаются ограничить нам прокатный контент. Думаете, из желания отгородить нас от пропаганды ЛГБТ? Так как бы не так, все гораздо прозаичнее. Просто в российские кинотеатры постучали фильмы из дружественных стран, Африки и Китая. Да-да-да-да, это тот экшен, который мы заслужили. Причем, по словам гендиректора Роскино Екатерины Наумовой, мы же за это еще и проголосовали. Ну, типа, когда-то и кто-то провел опрос зрителей, и все они как один заявили, не хотим Голливуд, а хотим Болливуд. А нет, стоп, про Индию пока речи не идет. Хотя Зита и Гита, уверенно, уже тоже готовы вылететь в Россию по первому требованию Наумовой. Вот только у меня вопрос, а зачем это все? И ответ не заставляет себя ждать. Во-первых, как утверждает Наумова, сейчас мы являемся потребителями пиратских услуг. А это как бы должно принижать нашу российскую самооценку. А вот Африка и Китай будут поставлять нам оригинальные фильмы с соответствующим качеством. Ну и во-вторых, с введением санкций наши кинотеатры пережили резкий отрицательный рост сборов, который достиг 70% в минусе, в рублях примерно 4 миллиарда. Реанимировать прокат тогда решили фильмами о войне, но нашумевший свидетель с бюджетом в 200 миллионов кое-как сумел вернуть на прокате менее 7. А наполняемость зала, по данным Единой автоматизированной информационной системы, составила не более 4 человек на сеанс. И вот с такими исходными данными мы входим в новую эру кинематографа, в ту самую, которая, впрочем, смотрите сами. Вот только, друзья, у меня вопрос, а что, импортозаместить Голливуд у нас не получилось? Ведь столько патриотов, чего один только Машков стоит. Кстати, на этой неделе он дал развернутое интервью, в котором попытался научить телезрителей правильному поведению по отношению к людям, осуждающим спецоперацию. Я не хочу с ними разговаривать. Мы делаем то, что должно, а дальше, будь что будет, уговаривать людей, объяснять им что-то. Тем более, объяснять ту историю, которая началась в 2014 году, мне кажется, уже бессмысленно. Надо их забыть. Поэтому забудьте о них. И все бы ничего, и можно было бы реально поверить в патриотизм красиво говорящего актера. Но его дочь живет в Америке и самым дерзким образом высказывается о действиях российской власти в стороне Украины. Нет, я понимаю, что это вполне может быть договорняк. Ну, просто муж Маши – американец. Если она поддержит спецоперацию, то вполне вероятно отправится к папе в Россию. А к этому Маша не готова. Отсюда и весь этот цирковой пиар. Но я вам скажу, что семья Машковых не единственный в этой ситуации пример. С подобным столкнулась и телеведущая Екатерина Стриженова. Да-да-да-да, это та самая Катя, которая активно рассказывает нам, кто такие патриоты и почему Америка – враг номер один. Но вот незадача сама Катя в понедельник во второй раз стала бабушкой. Ее дочь Настя, уже долгое время проживающая на вражеской стороне, родила сразу двух граждан Америки. А Катя, вместо того, чтобы соболезновать дочери, ну, все-таки врагам на радость рожает, с улыбкой на лице делится этой новостью со своими подписчиками. Странный получается патриотизм. Враги вроде там, а радостно за них почему-то здесь. Может, уже пора всех патриотов вернуть на родину? Запереть где-нибудь под Саранском и дать им возможность полюбить родину по-новому. И да, посмотреть на их реакцию, когда очередная средняя школа после девятого класса заявит им, а вас здесь и не было. Кстати, на эту тему наш редактор собрал спецвыпуск, увидеть который вы сможете в 8.15 уже сегодня. Ну, а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok